Здравствуйте! Тема нашего с вами сегодняшнего разговора – работа мышц. И начать бы мне хотелось словами великого русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова. Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению. С момента рождения и до глубокой старости мы двигаемся. Как же сложны бывают наши движения? Вспомните акробатические трюки гимнастов или изящные потанцоров. Но даже такое простое движение, как шаг, требует согласованной работы около 300 мышц. И множество нервных окончаний контролируют эту работу. Сложно было бы себе представить, как работали бы наши мышцы, если бы они не контролировались нервной системой. Ведь даже такие мелкие движения, как изменение размера зрачка в зависимости от поступающего в него света, зависят от работы мышц. Существуют различные типы мышц, в зависимости от того, где они располагаются на теле и какую работу выполняют. Различают мышцы сгибателя и разгибателя, мышцы, приводящие и отводящие кость в суставе, мышцы, выполняющие круговые движения или движения по часовой и против часовой стрелки. Мышца может сокращаться, увеличиваясь или уменьшаясь в размере, а также тянуть за собой кость. Но вот что мышца точно делать не может, так это толкать кость. Поэтому для того, чтобы в суставе кости могли сгибаться и разгибаться, необходимо как минимум две мышцы. Сложные движения выполняются целыми группами мышц. Мышцы, которые выполняют противоположные движения, называются мышцами-антагонистами. Мышцы, которые работают вместе, выполняя одно и то же движение, называются мышцами-синергистами. Сейчас мы с вами посмотрим на слайд и разберем, как работают хорошо вам знакомые мышцы-антагонисты. Бицепс, мышца-сгибатель плеча, и трицепс, мышца-разгибатель плеча. Когда бицепс сокращается, увеличивается его объем и укорачивается его длина. Сухожилие бицепса тянет за лучевую кость и поднимает предплечье. В это время трицепс находится в расслабленном и удлиненном состоянии. Для опускания руки трицепс сокращается, увеличивая свой объем. Его сухожилие тянет за локтевую кость, тем самым рука опускается. А в это время бицепс находится в состоянии покоя и удлинения. При удержании тяжести на вытянутой руке мышцы бицепс и трицепс одновременно напряжены. И в данном случае они работают как синергисты. Работой мышц руководит нервная система. Обычно одно нервное волокно связано с несколькими мышечными волокнами и образует специальную двигательную единицу, которая называется мотонейрон. Функционирование мышц на клеточном уровне обеспечивается двумя белками – актин и миозин. Давайте посмотрим на слайд. Американский цитолог Хаксли с помощью цифрового микроскопа доказал, что эти два типа волокон образуют маленькие пучки, которые располагаются в определенной последовательности в миофибрилах мышечного волокна. Нити актина и миозина накладываются друг на друга и имеют способность двигаться относительно друг друга. Когда волокна актина и миозина двигаются, миофибрилы становятся короче, и результатом является сокращение мышечного волокна. Любая работа требует затраты энергии. Мышечная работа – не исключение. Работа мышц требует затраты энергии, заключенной в химических связях органических соединений. Посмотрите, как это осуществляется. В мышечном волокне происходит распад и окисление органических веществ, в первую очередь глюкозы. В реакциях обязательно присутствует кислород и выделяется энергия. 33% выделяемой энергии расходуются на работу мышц, а 67% передается кровью другим тканям, расходуются на поддержание постоянной температуры тела. Вот почему, когда нам холодно, мы стараемся побольше двигаться. А дрожь является защитным приспособлением организма. Мелкие мышечные сокращения заставляют наше тело вырабатывать побольше тепла, и в холодную погоду мы согреваемся. А сейчас мы поговорим с вами еще об одном очень важном явлении, связанном с работой мышц. Это явление носит название «утомление». Утомление – это неспособность мышцы какое-то время выполнять привычную для нее работу. Когда мы достаточно много двигаемся, выполняем большую работу, наступает момент, когда наши мышцы устают, или, как говорят физиологи, утомляются. Снижается точность наших движений. Иногда может появляться тремор, то есть небольшое дрожание мышцы. Все это говорит о том, что наступило утомление, и в работе необходимо сделать перерыв. Во время отдыха кровь уносит накопившиеся в мышцы вредные вещества. Мышца быстро восстанавливается и снова готова выполнять свою работу. Мышцы могут выполнять динамическую работу, сокращаясь и расслабляясь попеременно, или статическую работу, долго находясь в напряжении. Во время динамической работы мышцы устают значительно медленнее, потому что происходит смена их работы. Во время статической работы мышцы, все время находясь в напряжении, устают намного быстрее. Вот почему, когда мы стираем белье, в первую очередь устают не руки, выполняющие динамическую работу, а спина, которая выполняет статическую работу. При выполнении физической работы очень важно соблюдать оптимальный ритм и объем физической нагрузки. Эти два параметра связаны в первую очередь с возрастом человека и его физическим состоянием. Теорию утомления разработал наш известный физиолог Сеченов. Он обратил внимание на то, что когда правая рука устала, то отдыхает она намного быстрее, если при этом работает левая рука. Вот почему нужно уметь правильно отдыхать. И физическую нагрузку хорошо чередовать с моментами отдыха, а еще лучше со сменой деятельности, то есть выполнять по перемену то одни, то другие упражнения, или то одну, то другую физическую нагрузку. И, конечно, как можно больше бывать на свежем воздухе, ведь кислород тоже помогает мышцам восстанавливаться после активной работы. На этом наш сегодняшний разговор закончен. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...